На пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской Высится строгий силуэт кирхи, лютеранской церкви одной из старейших, сохранившихся в Поволжье. В XIX веке в Самаре жило много торговых людей немецкой национальности. Большая часть из них были лютеране. Один из губернаторов Самары, Константин Грот, создал в 1854 году первую лютеранскую общину и возглавил ее. Изначально церковь Святого Георга строилась как римско-католическая. Русский купец Егор Никитич Аннаев, католик, пожертвовал деньги на строительство этого храма. Здание в стиле неоготики было построено по проекту архитектора Еремеева. В июле 1868 года у общины появился свой собственный пастор, уроженец Эстонии, прослуживший 8 лет в Омске, Эдуард Иогансен, который переехал вместе с семьей в Самару. В 1878 году в общине было 300 членов. Многие годы Евангелическая лютеранская церковь была центром духовной жизни немцев всей Самарской губернии. При церкви работало общество поддержки образования, школа и детский сад для детей из немецких семей. Но 5 января 1930 года горосполком постановил закрыть церковь по просьбе трудящихся. Сначала здесь собирался союз безбожников. Позже здание использовали как склад и мастерские. 19 августа 1991 года в Самаре была заново официально зарегистрирована Евангелическо-лютеранская община. Постепенно началось возрождение храма и общины. Были установлены крест и колокол. В июне 2003 года в лютеранской церкви города Самары зазвучал орган. Богослужения в церкви проходят по воскресным дням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова